Здарова мои шалуны, думали я забросил линейку. А вот хуй вам врыло, как и тем глэкам, что писали о том, якобы мне проплатили за обзор этой игрушки. Блять, если бы мне проплатили за обзор линейки, вы бы меня наверное больше не увидели на ютубе. Ибо бабки за рекламу они пошляют нормальные, раз их рекламил сам Вилсаком. Сегодня я расскажу вам об игре, которая захватила меня последние несколько месяцев и не отпускает. И это одна из лучших мобильных игр на сегодня, так-то. Потому что это красиво, это эпично, это с друзьями можно играть, можно в онлайне нагибать, можно донатить как скотина. И речь идёт о Lineage 2 Revolution. Погнали, расскажу поподробнее. Я же вывожу чисто на энтузиазме и до сих пор рекомендую играть в эту игру своим собам. Ибо есть смысл, так как считаю, что вот этому. Рано или поздно придёт конец ибо ничто не вечно, даже терпение игроков ПВ. Я знаете ли просто готовлю себе плодородную почву, чтобы по итогу, когда ПВ в конец накроется пиздой, я не остался без контента. Ибо как я сказал ранее в выпусках, за мобильным геймингом будущее. Надеюсь больше мы с вами к этой теме не вернёмся. Ярые фанаты ПВ не будут рвать жопу в комментах под видео о линейке. Ну а теперь непосредственно к теме выпуска. В недавней обнове ввели плащи, которые на минутку нихуёво так бустят вашего персонажа. И достаточно многие игроки до сих пор находятся в неведении и не уделяют ежедневно по 15 минут новому данжу, и это очень зря. Ибо для получения данных плащей нам, обычным смертным придётся нехило так заформить временной разлом. И чем быстрее вы начнёте уделять ему время, тем скорее у вас появится заветный плащ. Я не буду акцентировать внимание на каком-либо отдельном плаще, ибо ещё сам не определил какой лучше подойдёт моему говрику. Скажу только то, что для начала сойдёт и бесплатный плащ, который вы получите после прохождения небольшой цепочки квестов. Он как вы видите даёт бонус к получению опыта и добычи, и лично мне на данный момент это как раз то что нужно. Теперь непосредственно пару слов и советов по прохождению временного разлома. Для начала всё-таки определите какой плащ вам нужен, исходя из этого уже выбирайте нужный вам данж. В самих данжах также присутствует разделение по уровню сложности. И тут уже вы должны исходить из того, какую сложность вы потяните по эквипу и уровню. В первую очередь по эквипу, ибо когда собирается куча бомжей максимального уровня без нормального шмота заходят в подземелье и превращается в сущий кошмар. При автоподборе вас может закинуть в абсолютно любую пати, но если вы испытываете трудности уже на старте советую не раздумывая левать. Ибо у меня бывали случаи когда мы ковыряли финалку в течение получаса и пати умирала когда у босса оставалось чуть меньше 10% хп. Ну да похуй, конечно, вы можете собрать собственную консту для похода в разлом, но опять таки лично я часто не могу придерживаться какого-либо графика и из-за этого почти всегда хожу соло. По самому прохождению данжа ничего сложного, я тупо прожимаю автобой и диалоговые окна и при всем этом комфортно подрачиваю на другой вкладке. И последний совет, наверное самый нужный. Ни в коем случае не прожимайте автоматическую регистрацию ядеров без TRD. Я так успешно разом пробал около 10 и темов для своего плаща. И это малоприятно знаете ли? Подытожим. Не жалейте времени для прохода во временной разлом. Этот относительно несложный данж в течение пары месяцев сможет принести вам заветный плащ и значительно пробустить характеристики персонажа. Спасибо за внимание, я окончил. Продолжение следует...